Почему шашлыки мы сегодня сделаем здесь? Почему мы не собираемся ничего другого? Надо понимать количество людей. Ты шашлык поджарит. Много. Качественно? Много. Как папа? Папа мой родитель. Но это есть какой-то качественный друг, понял? Нет. А как нет? Мы сейчас с тобой что делаем? Во-первых, надо немножко залить, правильно? Где-то у нас есть водичка. И почему ты решил не праздновать шашлык? В смысле, не праздновать день рождения. Вот. У меня такой дивный вопрос к сыну моему. Ну, 20 тысяч тратить на одну, ну, на один день. Перебор, да ведь? Да, и ты это потом все забудешь. А лучше взять подарок, который у тебя будет надолго, и ты этого не забудешь. Ну, и заодно с родителями проведешь время. Вот это очень хорошая тема, да ведь? Вопрос такой возникает. Насколько тебе хорошо живется вот сейчас? То есть есть какие-то проблемы в школе? Ну, надо же понимать, да, что некоторые товарищи имеют такие, ну, дивные вопросы, типа, блин. Деньгов-то бешеное количество, да ведь? И они чем занимаются? У них все там эти называются визги-писки под названием телефоны. Навороченные, навороченные. Как ты телефону можешь? Своего хватает? Ну, да. В принципе, вполне нормально, да? А вот то, что папа тебе рассказал, как необходимо компьютер ремонтировать, нормально же было? Ты мне этого не рассказывал. А, ты не посмотрел то, что я тебе давал. Ну, да ладно. Не торопись, не торопись. Тут не надо торопиться. Поним? Они сейчас должны хорошо обжариться. То есть первоначально они 10 минут должны пожариться. То есть у нас с тобой есть 10 минут. И одновременно с этим, вот смотри, то есть уже где-то мы их жарим 2 минуточки. Потом будем переворачивать, другая сторона. Главное посмотреть, чтобы у нас не подгорело. Как будем делать? Водой? За водой. Открывай немножко, как можно. Еще немножко. Давай, давай. Подойди сюда. Да боже. О, не сильно. Давай сюда. Все, видишь, они там ее зажигаются. То есть это сейчас мы с тобой сделали лучший вариант, правильно? На улице сделать. Очень хороший жар. Очень хороший жар. Зато занял первое место. Что танцевал, расскажи мне. Я же не видел. Если бы я знал, я бы поехал. Но я бы предлагал своей супруге, чтобы я бы тебя довез. Я танцевал, получается... В Челябинск ездил, да? Нет. А здесь, что ли? Вчера. А, ну вчера, да, понял. Из-за горячих фонарей. Ага. Ты чего? Я танцевал, танец, где я управлял змеями. Мне понравилось, потому что со стороны это смотрится прям бомбезно. А змеи какие у тебя были? Змеи, это девочки. А девочки, что ли, были? Ну, красивые девочки. То есть ты сейчас уже вырос, и некоторые девочки уже стали, ну, меньше тебя, да? Угу. Ну, те, которые имел. Малый групп. То есть, обрати внимание, я вот хочу, знаешь, что сделать? Я хочу в любом случае... Проверь, проверь, все внимательности. Аккуратно. Передвинуть его. Вот туда поменяй. Вот это, понимаете, бери. Сам. Ну, я сейчас сюда перейду. А здесь как раз разворот. Все, все. Пустой. С собой в сторонку. Да, отсюда. Сюда немножко подходи. То есть, я что хочу сделать? Если делать-то хорошо и получится, а ты в курсе событий, что есть такая штука под названием Болливуд. Слышал про нее? Да. Что это такое? Вид танцы. А, это Болливуд так. А ты забыл, что в Индии есть очень хорошие специалисты, которые занимаются, и фирмы там делаются на уровне американских. Я тебе так скажу, что там не каждый первый человек работает. Понял? Мне кажется, было бы интересно тебя туда еще отправить. Это было бы красиво, представляешь? Копеечное лекарство. Там вообще ничего не стоит лекарство. Понял? Ну, просто красиво. Ну, если там сейчас все в долларах. А там не в долларах, там в рупе, дорогой мой. В чем? В чем? А все. Мы все отказываемся от долларов. В связи с тем, что все это дело быстренько-быстренько заканчивается. Да, конечно, был бы неплохой вариант. Но вопрос возникает. Вот сколько у меня одноклассников было, друзей, правильно? И сколько их сейчас? Из всех одноклассников у меня друзей всего один-два человека. Потому что одного человека уже и нету в природе своей. Я имею в виду друзей, которые здесь постоянно живут. Вот. На тот свет два человека ушли. Как раз с моей темы. Поэтому я еще раз говорю, одноклассники, они все друзья по сути своей. Все остальные появились чуть позже. И даже некоторые меня швыряли. Но они швыряли и говорили, Леша, ну такое случилось, понимаете? Я общался с ними, потому что они правильно сказали. Ну, бывают и такие вещи, понимаете? Так, сейчас еще немножко будет. То бишь, мы сейчас сделали максимально быстро, качественно и грамотно. Да, 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 да. Так, это немножко хорошо. Сейчас мы их докидаем, куда они нужны. Так, эти вот уберем. Свежак. Чуть-чуть. Так, давай-ка вот это тоже. Сюда уберем. Все. Сейчас прямо через некоторое время мы будем все это дело кушать. Да, конечно, это не дешевое удовольствие. Хотя, по сути событий, вот это удовольствие, то есть, грубо говоря, мой шашлык, даже невзирая... То есть, грубо говоря, вот здесь примерно вместе с... Леха, иди сюда. Ну, примерно. Примерно. Это, грубо говоря, 1200 рублей. 1200 рублей. Я приготовил этот дивный шашлык. По изумительному гемивертовскому рецепту. Так, все, заканчиваем уже. Вот сейчас еще это немножко заканчивается. Бери, Леха. Штучку будем туда скидывать. Вот этот, бери. Давай, тащи сюда бегом, бегом, бегом. Вот. Сюда ставь. Сейчас я положу. Ааа, от винта. Вот. То бишь, ну, грубо говоря, 1200 рублей. Грубо говоря, вот один такой шашлык стоит 390 рублей. Или 350 рублей в наших дивных шашлычных центрах. То есть, грубо говоря, 8 по 350. Сколько будет? 8 умножить на 350. Ты же математикой дивной должен заниматься. Ну, где-то примерно 2500, да? 2500, да? То есть, понимаете, да, сколько они обманут. Но, еще раз говорю, они... А вы не понимаете, что ли? Ну, вот мой сын начинает понимать. То есть, грубо говоря, кто идет на обман. Я не противник того, что, грубо говоря, ну, можно было бы заработать те же там 25 процентов, да? Это было бы нормальное явление. То есть, ну, априори... Априори этот шашлык должен был бы стоить 1500 рублей. То есть, сколько я затратил и 25 процентов. Ну, там плюс-минус. Это нормальное было бы. Именно поэтому вы никуда не ходите. Потому что вы понимаете, что вас начинают обманывать. А если бы это было все красиво и ровно, так как в дивном мероприятии под названием Турция... В Турции есть такая штука. Шашлыки. Они, конечно, меньше, чем вот эти. Но... Ну, это работает. Все. И поэтому все турки... Все турки... Вот у них... Не, мы по-другому сейчас сделаем. А сейчас я тебе покажу, как. Просто парняка у меня думает, что нужно так посушить. Никаких проблем нет. Мы где сейчас находимся? И что за моей спиной? Да и что в округе? Сейчас, грубо говоря, 4 марта, да? Тает же, да? Видишь, как тает? Клево, да? То есть, вокруг нас что такое? Вокруг нас снег. Снег это что? Ну, говорите мне. Говорите вы мне. Умницы. Это, естественно, снег. Это вода, которая в другом состоянии. То бишь, у нас произошло. Но в связи с тем, что у Лехи времени не так уж и много, как и у меня, мы сейчас быстренько перекусим. То бишь, как мы можем его потушить? Простой вариант. Берем, смотри. Чтобы это было понятно, да? Ну, потом накидаем. Вот так берем. Понятно. И вот так переворачиваем. Чем портим природу? Мы не портим природу, потому что это у нас, что такое? Дерево. Дерево. А дерево что это такое? Природа. Все. Все. А теперь берем нашу вот эту штучку. Видишь, как? Как все интересно, да, блин? Парняка еще не научился физикой, а занимается тем, чем нужно. Ему понравилось. Леш, нет, 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 нет. Вот сюда кидай, а это накидывай туда. Все. Прямо кидай руку этот. А у меня есть другая штука, весьма интересная, да? Очень полезная штука. Я помогаю своим котам, иногда какашки убираю. А так берем ее. И тупо закидываем. И овты, овцы целы. И кони сыты. Все, не надо, это мы сейчас уберем в машину. Она не должна... Леш, это потом... Ох, горячо. Но я вовремя это сделал, что ты мне гонишь-то? Все. Не, не, не делай, не делай. Она сейчас там остынет. Вот сюда. Все. То бишь, мы сделали замечательный шашлык. Потому что каждый день, когда я живу здесь, а тут дивное событие-то возникло, да? Ну, вы должны же понимать. То бишь, по сути событий, я живу благодаря именно Господу Богу моему. Да, Господь Бог дал мне возможность. Я его попросил. Говорю, я не знаю, сколько. То бишь, ты можешь весело. Дай Бог, чтобы это так и было. Дай Бог, что это получится. Я не знаю, о чем идет речь. Но с гриобластомой проживает всего год и три месяца. Это тема-то отдельная беседа. А у меня это как раз шняга в башке родилась. Ну, для тех, кто не понимает, вот она. Башка моя нарушена была. Часть мозга была забрана. Если мне Господь Бог, которому я молюсь каждый божий день, он мне все это дело продемонстрировал, пройдет еще примерно 23 дня. И мы уже отпраздним 10 лет, как я живу с гриобластомой. Да, дорогой мой? Ну, так, все нормально. Все. Вот мы о чем сейчас будем говорить. О том, что мы живем и будем жить. Если Господь Бог даст мне такую возможность, я съезжу в этом году и буду ездить неоднократно, чтобы показывать вам, что онкологические заболевания это у нас что? Будем думать, что это хронические заболевания. Потому что я уже знаю несколько видов рака, которые лечатся. Другой вопрос возникает, знают ли об этом наши специалисты. А мне кажется, что нет. Именно поэтому, что ты хочешь мне сказать? Мы это сделаем и покажем, где это можно делать. Так, Леха, бери аккуратно. Спасибо. А с чем бояться-то? Ну, что я сейчас подскольдюсь и упаду. А ты не подскольдешься? Ты-то откуда знаешь? Потому что ты борьбой занимался? Извини, 3 года. А у меня 3 года. Борьбой научились заниматься. Научилась я падать. Все. Не все, все это доело домой. Где у вас мясо? Берем и кушаем. Сюда, садись. Сюда. Нет, спит можно. Ну, говори вам, поздравляй. Все души. Любимый, красивый, умный, старательный, замечательный, спортивный, творческий. Я тебя просто обожаю. Ты моя радость, ты мое счастье, ты мой единственный внук. Я тебя очень-очень люблю. Но сейчас мы редко встречаемся. Ну, постарше будешь, чаще будешь. У тебя немножко времени побольше будет. Кто дал на всякие примочки, бабушка, бабушка, поблагодарю тебе и сделал для тебя шашлык. Хорошо? Ну и кроме того, за твои успехи, за твои первые места, за твои пятерки я тебе дарю. Спасибо. Вот распорядишься только правильно, не на всякие безделушки, выкрутаться так. Накопи себе хорошую денежку и что-нибудь хорошее купи. Если у тебя сейчас возникают тараканы, всякие там люди, которые тебе говорят, мы тебе сейчас дадим деньги, а ты что-то заложишь куда-нибудь. Никогда в жизни. Запомни, где они находятся, а потом мы вместе с милицией это дело все сделаем. Я противник этих вещей, понимаете? Я противник того, что дитями над нашими измываются. Они недостойны. Я все, конечно, понимаю, что в нашей жизни с деньгами это все как-то очень сложно, реально. Просто реально очень сложно. Это мне очень не нравится. Поэтому даже невзирая на то, что совсем все сложно, я тебе даю небольшую денежку. А я тебе даю небольшую денежку и мы уже вместе начинаем думать о том, как бы качественно эти деньги использовать. Логично? Поэтому я тебя поздравляю. Я надеюсь, что все будет хорошо и красиво. Отныне ты будешь ездить на передние сиденья, как мы всегда это и говорили. Переперчи. Вкусно? Нравится? Угу. Научишься, будешь готовить такой шашлык? Тут времени-то недолго у папы, скоро день рождения будет. Через практически два месяца с небольшим. Сделаем? Да. И когда папа не дает того, что-то случится, ты можешь людей готовить таким же вкусным шашлыком. Вот теперь, вот теперь, вот теперь, вот теперь давай перекусим нормально. Да. Ну, сходи. Сейчас немножко доедим, перекусим. Я не хочу. Что самое забавное? Вот. Самое забавное то, что никакой освятки не было. Все, что было из остроты, оно еще впиталось. Лук, облагородивое мясо, забрал то, что, ну, было немножко другим. Да. То, что это вырезка, это, конечно, безумное удовольствие. Безумное удовольствие. Когда мы говорим о других вещах, вот. Это просто безуполично. Когда будет день рождения, я туда еще остроты добавлю. Потому что то, что я пробую, ничего нет такого. Безуполично красиво. То, что стал генербет, так оно и должно быть. Да, это плохо в этом году, если это дело случится. Но еще при генербертве я организовал автостоп. Самый автостоп был организован в 2001 году. Тогда здесь не было ничего. Да, Леш? Подойди сюда. Ты мне нужно. А? Ты мне нужно. Сейчас, подойду. Три секундочки. Чуть позже он ушел. Но ни одного более умного специалиста, умного продвинутого, и настолько же Дарьянова я вообще в природе не видел. Вообще. Что-то у него это дал, что-то у других людей. Чему-то сам догадался. Но. Когда я сделал первый сюжет. Ну, сейчас, да. Астрада пошла. Сразу появилось очень большое количество. Честно говоря, самое автостоп это клон Тоб Ела. Но даже в Тоб Еле не было людей, которые именно столько работают, сколько уже будут едят. Не было никого. И до сих пор. Хотя, я уже хотел отдать свои документы в контору под названием Книга рекордов Гиннеса. Ну, дай Бог, это случится. И чуть позже я вам покажу. Вообще, во всем, во всей моей жизни, я благодарю Господа Бога. Потому что, если в него 39 лет я был бы на площади.